Хлам-арт или вторая жизнь вещей. Выставка с таким названием открылась в Челябинске. Посвящена экспозиции Всемирному дню охраны окружающей среды. Скульптуры, панно и другие работы выполнены из бытовых отходов. Своё творчество представили 130 участников из разных городов Южного Урала. Планета Земля из пластиковых стаканов, шашки из банок от детского питания. А эта скульптура называется «Победитель Сочинской Олимпиады». Дети считают, что сделали тотем удачи для наших спортсменов. Кстати, скульптура победителя Сочинской Олимпиады сделана из крышек от пластиковых бутылок. А подруги Лия Зарипова и Настя Шумилова для своей инсталляции использовали бумагу. Бытовые отходы, по их мнению, прекрасный материал для творчества. Это как переработка использованных каких-то материалов, чтобы они не вредили природе, а именно использовать их в благо людей. Мария Аралина в свои 90 лет продолжает вести творческий кружок в 53-й школе. Эти два панно из соломы выполнили ее воспитанники. Мария Александровна, как наставник с большим опытом, уверен, подобный труд способствует формированию личности ребенка, развивает у детей память, дисциплинированность, а также моторику пальцев рук. Подходит ко мне одна девочка и говорит, Мария Александровна, а я по рисованию не могла пользоваться кистью, красками. А сейчас у меня руки действуют, и я получаю вместо двойки четверку. Работа называется «Концерт Марсианят». Вон главный руководитель у них. А это из ракушек, из ракушек Марсианин. Руководитель студии декоративно-прикладного творчества умельцы Любовь Летягина для создания подобных скульптур руководствуется авторской программой «Отходы в доход». Вместе с подопечными используют яичную скорлупу, бумагу, фантики от конфет. Родители хотят ходить, бабушки, учителя хотят тоже что-то делать, приходить. Особенно сейчас модно декупаж. Нравится, многим нравится этим заниматься, творчеством. После знакомства с экспонатами выставки «Хлам-арт» посетителям предложили самим попробовать создать какой-нибудь шедевр. Возможно, чья-то работа будет выставлена на следующей экспозиции. Ян Межин, Андрей Анисимов, Вести Южный Урал.